В связи с Днем ООН со специальным посланием выступил генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш. Он отметил, что Организация Объединенных Наций была создана всем миром и для всего мира. С 1945 года это место, в котором страны объединяют усилия для поиска решений глобальных проблем. О других новостях наш дайджест. Турция нанесла удары по объектам рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре. В ведомстве добавили, что операции продолжаются. В результате теракта, напомню, погибли пятеро человек, 22 ранены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. А накануне, напомню, у входа на территорию аэрокосмической компании в Анкаре произошел взрыв, после которого началась стрельба. Двое нападавших, мужчина и женщина, были ликвидированы. Штаб-квартира аэрокосмической компании «Тусаж» находится в 40 километрах от центра Анкары. На предприятии работают почти 17 тысяч человек. Компания выпускает военные самолеты, беспилотники, космическое оборудование и ключевой поставщик оборудования для Минобороны Турции. Израиль нанес новые удары по Ливану. За последние сутки в стране погибли 63 человека. Бомбардировкам подверглись в основном южные пригороды Бейрута. Там разрушены 6 зданий, а также офис телеканала «Альмай-1». Радикальное шиитское движение «Хезбулла» расположено на юге Ливана в южных пригородах Бейрута. В одной из школ Чили взорвалась самодельная бомба. В результате возникшего пожара пострадали 35 учеников, некоторые из них в тяжелом состоянии. По словам представителя полиции, группа учеников школы готовила коктейли молотого в туалете. Они намеревались их использовать во время уличных протестов. На этот же день была запланирована демонстрация протеста против сокращения бюджета образовательных учреждений.